Так, и здесь мы в прямом эфире. О, ты посмотри, какая камера красивая. Это специально не прикрепляла? Нет, нет, у тебя все равно видно, только в инстаграм тебя не видно. Подожди, сейчас я вот так поставлю и разверну компьютер. Так, друзья, всем наитеплейший привет. Нет, все, да. Из морозного красивого Таллина, которого, ну, чуть-чуть снежного, слегка его присыпало все-таки снежком, на радость нам. Насколько я знаю, во всех других частях Эстонии снежка нет, поэтому нам повезло больше, чем всем остальным. Так, я жду сейчас, пока подключится большая часть участников. Я проверяю сейчас и на Фейсбуке, и в Инстаграме параллельно. Но хочу сказать, что те, кто смотрит в Инстаграме, качество камеры здесь лучше, согласись. Картинка здесь намного четче. Я буду смотреть на себя в Инстаграме. Вам Карина приснилась. Итак, друзья, Карина приснилась. Замечательно. Всех приветствую, всех приветствую, друзья. И сегодня цель нашего эфира заключается в следующем. Сегодня мы вместе с Анникой, кстати, тебя надо представить. Анника Крут. Будем создавать красивую объемную снежинку. Недавно я была у Анники в школе. Мы вместе с остальными родителями и с детьми украшали класс. И я создала то, что умею делать лучше всего. Я создала объемную снежинку. Делается она невероятно просто, а выглядит так эффектно, что люди думают, будто бы ты три дня и три ночи работал над этой красотой. И я подумала, почему бы мне не выйти в эфир, друзья, с вами не устроить такую предновогоднюю милую беседу, не поздравить друг друга с наступающими прекрасными праздниками и не создать вместе снежинку. Всем привет! И, друзья, начинаем сразу же интерактив. А, и помимо этого, пока мы с вами создаем снежинку, конечно же, мы с вами обсудим предстоящий праздник, узнаем степень вашей готовности, какие развлечения, игры, конкурсы готовите, какие блюда у вас на столе присутствуют, потому что завтра нам придется ломать голову над тем, что же будет стоять на нашем новогоднем столе, чем мы будем гостей угощать. Гостей у нас много. И поговорим еще о нарядах. Как раз вот Карина сейчас спросила, Марина, почему ты такая нарядная? Ну, потому что все-таки эфир-то у меня будет последний в этом году. Эфир новогодний, поэтому нарядная. О, Эва Мария написала. Эва Мария, чау! Чау, Судлика! Так, всем-всем-всем привет! Сейчас пролистаю комментарии. Так, друзья, на Фейсбуке, кто меня смотрит, слышно, видно? Поставьте единички, напишите. Ага, добрый вечер, пишет Виталий, значит, слышно, значит, видно. Хорошо. Итак, друзья, вот теперь давайте начнем с вами интерактив. Я первое, что у вас прошу, заготовили бумагу, заготовили ли вы ножницы и клей или степлер, как я писала в публикации. Итак, кто заготовил, пишите один. Кто сейчас побежит лихорадочно искать, пишите ноль. Кстати, мам, ты забыла сказать, что надо двенадцать. Не обязательно двенадцать. Для снежинки надо шесть. Двенадцать – это потому, что мы с тобой вдвоем делаем. Если вы делаете так же с кем-то, тогда нужно шесть умножать на количество тех людей, которые делают. Ага, ноль. Так, кто-то побежал у нас. Кто-то побежал. Здравствуйте. Так, друзья, единичка – это те, у кого уже готовы все принадлежности, а именно бумага, ножницы, клей. Ноль. Кто побежал искать. И сейчас вместе с нами будет делать красивую снежинку, друзья, которую вы сразу же сегодня уже сможете повесить. Мы с Анейкой будем делать вдвоем. Нам сейчас очень везет. Мы эти снежинки сейчас сразу же повесим. Так. Ага, ноль. Еще у нас один. Бегите, друзья, бегите. Шесть листков бумаги. У меня белая. Я очень люблю, когда эти снежинки белого цвета. Но я видела их в цветном варианте и видела их разноцветными, когда каждый лучик разного цвета. Мне больше всего нравится классический белый вариант. Хотя можно было, да, для эксперимента взять что-нибудь, серебряную какую-то бумагу, да, поэкспериментировать. Так, я сейчас, друзья, пока вы бегите, бегаете за бумагой, я позволю себе выпить немножко глинтвейна. А я мандаринку. А ты съешь мандарин, да. Я обожаю горячий глинтвейн и пью его только один раз в году, под Новый год. Больше никогда, потому что в другое время года его совсем не хочется пить. Ну, когда ходили в Старый Горк, ты тоже его пил? Угу. Так я и говорю, только в декабре его пить. А, да. Но это более праздничный напиток. Он не праздничный, так как его пьют горячим, он согревающий. Я сейчас специально ходила на мороз. Я то есть хотела иметь... Я имела в виду, как бы, ну, это, зимний. Ага, зимний напиток. Хорошо. Итак, друзья, а что-то я на Фейсбуке не вижу единич или нуликов. Дорогие мои коллеги, на Фейсбуке, как степень готовности у нас для создания открыточек. Все готовы? Марина, какой красивый бокал. Спасибо. Этот бокал, по-моему, свекровь подарила нам. Да, Юраш? Да. Юраша здесь рядом, но он не такой новогодний. Но такой новогодний, красивый, как мы с Анникой. Я его показывать не буду. Но он тут. Вы будете слышать его голос. Один. Хорошо. Итак, друзья, на Фейсбуке, коллеги, пишите обязательно, чтобы я вас не теряла. Слушаем очень хорошо. Валентин, надо не только слушать, сейчас еще и будем снежинку мастерить. Кстати, когда работала в школе, этими снежинками обвешивала всегда учительскую, обвешивала свой кабинет. Вырезала иногда, да. Вырезала иногда даже прямо на уроке. Ребята чем-то занимаются, за компьютерами работают, а я беру ножницы и быстро вырезаю снежинки. Делается очень быстро. Итак, готовы? Друзья, поставьте единичку, если готовы, и мы с вами начинаем. И пока будем вырезать, походу обсудим... Подожди, еще не начинай пока. Сейчас я буду давать четкие инструкции. А, ну, кстати, это да. Ты можешь, кстати, заранее сделать. Я такие свисочки подготовлю здесь. Так, ставьте единички, и мы с вами начинаем. Вопросы уточняющие задавайте по ходу эфира, если что-то не поняли, как делать. Тут же коллеги спрашивайте. У нас наверняка есть какая-то небольшая задержка в прямом эфире. Поэтому, если я сразу не отреагировала на ваш вопрос, просто подождите. Я отреагирую. И комментарии я все ваши здесь просматриваю. Так, все. И на фейсбуке, друзья мои, на фейсбуке пишем, пишем, где ваши комментарии. Я переживаю. Я переживаю, что я не вижу, что вы вдруг где-то пишете. Итак, хорошо, поехали. Берем лист А4 и складываем его, ну, как обычно, когда мы делаем просто обыкновенную снежинку, вот таким образом, сгибаем здесь, и затем вот эту вот часть мы будем отрезать, для того, чтобы получился квадрат. Мы будем работать дальше с квадратом. Вот эта нижняя часть нам не понадобится. Итак, берем лист, складываем. Сейчас я положу, чтобы мне было удобнее его согнуть. Ну, как все хочешь, я съеду мандаринку. Да, ты ешь мандаринку у меня. Я забыла, что дальше. И вот таким образом, вот таким образом мы сложили наш прямоугольный лист. Вот он. Теперь берем ножницы и вот эту вот часть отрезаем. Да, спасибо. Ты у меня такой помощник. А, ты уже делаешь? Делай тогда следующий, зайка. Я просто забыла, что дальше делать. Вроде надо было открывать, я уже забыла. Так. Так, вот вырезали. Добрый вечер, Ольга. Мы вырезаем снежинки. Хватайте бумагу и присоединяйтесь к нам. Шесть бумаг. Главное шесть. А четыре. Хорошо, шесть. Итак, вот такой вот листочек, квадратик у нас с вами должен был получиться. Если получился, ставим единички. Будем поддерживать интерактив, чтобы я знала, что вы успеваете. Так, вот такой квадратик, друзья, у нас должен был получиться. Жду ваших единичек и идем далее. Кстати, а как мы сделаем? Мы сейчас сразу начнем этот лист вырезать? Или, может быть, мы сейчас наделаем сразу шесть таких, а потом с ними дальше будем работать? Нет, давай сразу. Сразу? Хорошо, хорошо. Единички, единички пошли. Вам тебе легче сделать сразу этих шесть, а потом что делать? Ну что? Я обычно, когда я делаю, я почему-то сразу работаю индивидуально с этим, потом беру следующий. А вот сейчас меня осенило, что может быть сразу шесть таких не надо делать. Нет, я хочу сразу. Тебе хочется сразу, потому что красивый? Ну давай так, мы первый сделаем сразу, чтобы показать, что получится, а потом уже все остальные, кто как хочет. Эвелин, привет! Ты можешь к нам прийти сюда. Итак, теперь смотрите, друзья, что мы делаем. Сейчас самое интересное. Берем ножницы и теперь берем наш квадрат, который также сложен, сложен в форме треугольника. И теперь мы делаем надрезы, три надреза, вот с этой стороны, вот так, раз, не до конца, не доводя до вершины. Другой надрез здесь два и третий разрез здесь три. И точно так же мы делаем надрезы и с другой стороны. Вот таким вот образом. Смотрите, берем и надрезаем. Вот как-то так, раз, два, и три. Вот. Теперь то же самое с другой стороны. раз, два, три. Ага, я смотрю, что моя дочь здесь стала в комментариях, в чате переписываться со своей подругой. Как мило. Вот, друзья, вот у нас такое должно было получиться. Делаем. И пишите единички, у кого получилось. Анюшка, покажи, как у тебя. Да, все отлично. Если даже что-то неровно, не переживайте. Вот такое у нас должно получиться. А как елка получается? Как елка, да, такая вот должна получиться. Когда будете готовы, ставьте единицы в чат. У меня одна проблема есть. Какая? Я префоксионист, у меня все неровно. Ты стремишься к тому, чтобы было ровно? Да. Ты должна быть все идеи. Без переборов, пожалуйста. Угу. Единичка. Единичка. Кориш, ты вместе с нами делаешь? Здорово. Сейчас квартиру украсишь. Итак. Сейчас подождите, друзья. Одну секунду. У меня на фейсбуке пишут комментарии, а я не вижу. Вот я так и знала, что они не будут у меня обновляться. А как они должны обновляться? Как-то автоматически, но у меня прокрутка не работала. Хорошо. Все. We are ready на фейсбуке пишут. Отлично. Единички здесь. Все, есть. Замечательно. Друзья, что ты ешь? Я ем мандарин, Занька. Вот теперь смотрите, что мы делаем. Это 20 пенталетов. Раскрываем. Я только 22 вижу. Раскрываем теперь наш треугольник. Берем внутреннюю часть. Вот этот вот маленький, который у нас здесь появился. Мы его сгибаем. Сейчас покажу в трубочку. Вот так вот его сгибаем. Сейчас я здесь буду экспериментировать, чтобы вам было видно. Вот так вот трубочку. И склеиваем, чтобы он так трубочкой остался. Я, скажу честно, склеивать ленюсь. Я беру степлер, просовываю его сюда и скрепляю. Получается гораздо быстрее. Особенно было быстрее, если бы тут были бы скрепки. Так, сейчас я скрепки поставлю. Куда-то выпали мои скрепки. Вы можете, друзья, или склеивать, или также использовать степлер. Мам, у меня проблема. Что у тебя? Мне кажется, я... Нет, нет, все хорошо. Эта бумага потом распрямится. Правда? Да-да-да. Ты главное склей, а потом мы ее поправим, чтобы она... Слушай, знаешь, наверное, надо, может, было больше было и ножницами прорезать. Слушай, а? Можно еще чуть больше прорезать ножницами. Зайк, ты можешь вот сюда чуть больше сделать надрез. Так, я сейчас попробую тогда скрепить свою трубочку. Итак, берем и скрепляем в трубочку. Все, вот у меня сработало. И я тебе показываю. Выглядит это вот так. Кстати, там, наверное, правда нужно... Важно, чтобы вот эти линии были прорезаны до одного уровня. Видите? Почетче. Да-да-да, точно-точно-точно. Это важно, чтобы вот так прошло. У меня получалось по-разному. Ну, я вижу, Ваннике, за это сейчас запарно, скажем так. Ну, ей трудновато. Зайка, ты будешь клеем или степлером? Клеем. Давай, все. Мне страшно степлером. А может, клеите потом степлером, чтобы я не убила себя? Ну, давай я тебе сделаю. А, ты хочешь самому? Давай-давай. Ну, давай. Как у нее что-нибудь случится? Внизу пальцем поддерживай. Она боится пальцем. Так тоже жаль. Анника один раз не очень удачно воспользовала степлером. Она поставила палец не сюда, а сюда. Ну, и проколола себе. И теперь вот у нее степлера фобия. Красивые сережки. Спасибо. Так. Все. Вот у Аннишки тоже готово. Да. Кстати, действительно, вот эти прорези нужно делать чуть дальше, потому что теперь Аннике надо будет эти прорези все-таки прорезать. Дальше сгибать будет. Да-да, я ее нереально вижу. Немножко проблематично. Но я тебе сейчас помогу, не переживаю. Это важная была... Итак, вот теперь, друзья, смотрите, что далее делаем. Теперь мы берем следующий. Я сейчас вот переверну в другую сторону. Там, где у нас трубочка, спинка, так сказать, повернутая. Здесь мы скрепляем, разворачиваем. Теперь берем следующие, я не знаю, что называть, полосочки. Соединяем их так же и снова скрепляем. Мам, у меня опять проблема. Сейчас я тебе буду помогать. Давай, я сейчас... А, вон, смотри, папа себе поможет. Да, мне нужно все. Держи. Это же понятно, что у тебя были не до конца прорезанные. И теперь смотрите, вот здесь у нас первая трубочка, здесь, ну, скажем так, вторая. Вот таким образом теперь выглядит наша снежинка. Друзья, в чатике ставим единички, у кого получились две трубочки. У кого не получилось, пишите help. Я тебя подожду, конечно. Я пока жду Аннику. У него вот как раз тут была беда, что у нее не прорезанные были. Я просто наслаждаюсь этой камерой в инстаграме. О, 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 о. Это нормально? О, 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 мама. Мне очень нормально. Почему? Ну вот, проверьте. Так, единички. Единички. Угу. Сейчас будет еще одна единичка. Ой, как горячо, как хорошо. Я еще чувствую единичку сейчас. Единички. Замечательно. Сейчас нам папа поможет немножко, Аннике. Вот, держите. Первое лучше. Соединяй тогда теперь следующую. Вот теперь лучше. Теперь лучше, да. И затем мы снова разворачиваем в другую сторону. Берем следующие полоски, которые у нас там на очередь ведут. Повторяем процедуру. Соединяем, склеиваем или сцепляем при помощи степлера. Дай мне, пожалуйста, и сцепляем. Сцеплер? Нет, надо этот сцепляем. Держите. Вот теперь у нас так получается. Видите, уже красота вырисовывается, правда? Получилось? О, ну ты просто повелитель степлеров. И теперь опять снова в другую сторону. И последние полосочки, которые у нас остались, мы скрепляем их тоже. Ой, я быстро теперь началась. Сейчас я быстро его сдавляю. Вот, друзья, вот у нас получился такой лучик. Это лишь один лучик той снежинки, которую мы с вами будем собирать. Ты делай свой лучик, да. А мы с тобой сделаем сейчас две снежинки. Ты своих шесть лучиков, я своих. У нас будут две снежинки, конечно. Понимаешь, понимаешь, мы уже повесим их сразу. Да, пока что у нас один. Так, друзья, у кого лучик получился, единички. И теперь вот таких лучиков нам нужно повторить еще пять раз. Нам еще нужны пять. Вот у Анники тоже получилось, и она очень рада. Кстати, мы с Анникой к этой снежинке приступали, по-моему, несколько раз. И опыт у нас был не очень удачный, да? Тяжело у Анники было справляться с этой снежинкой. Потому что это первый раз, вот самая маленькая, это реально очень тяжело. Причем, когда степля там делась, я раньше не знала, что это только клеймур. Вот. Поэтому она теперь так рада. Ага, единички, единички. Спасибо, друзья. На Фейсбуке смотрю. Наташа пишет, как у вас дома празднично? Марина, Юра и Анника, привет вам большое. Спасибо, Наташ. Да, у нас празднично, все уже готово. Все. Новогоднюю программу теперь составляет. Ждем гостей. Ждем гостей, к нам завтра уже гости приедут. Я плакат сама сделала. Аника плакат сделала, ты можешь принести, показать свой плакат. Это же приятно. Вот сейчас папа нам даст. Вот Аника плакат нам подготовила, который мы на стену повесим. Вот у нас такой плакат на Новый год. Еще Эвелин обещала сделать. Это совместное творчество папы и Анники. Крыса от папы. Звучит, конечно, классно. Крыса от папы. Елочка от папы. Все остальное творчество уже от Ани. А папа написал вот это. Я подукрасила потом. Вот этот сейчас у нас повесится на стену. Плакат будет повешен на стену. Будут добавлены еще снежинки. И огоньки. Еще у нас будут пущены огоньки. Обязательно. И мы сейчас с вами программу новогоднюю тоже, друзья, обсудим. Итак, вот смотрите, дальше что мы сделаем, друзья. Теперь далее мы это повторяем. Вот теперь мы с вами сейчас будем вот таких еще пять лучиков дополнительно создавать. Я буду первее тебя. Давай. Так, я положу свой лучик вот сюда. Я прям на пол его кину, чтобы он мне не мешался. И я на всякий случай буду комментировать, если вдруг вы забыли, что мы делаем. Берем, сгибаем, получаем квадрат и вырезаем. Так, и, друзья, вот теперь пока мы вырезаем далее, действия вам уже знакомые, действия привычные, я у вас, конечно же, обязательно спрошу про новогодний стол. Будьте добры, поделитесь, поделитесь, пожалуйста, какие коронные вкуснейшие ваши от шеф-повара, так сказать, блюда присутствуют обязательно на вашем новогоднем столе. Порекомендуйте. А я сейчас расскажу, что обычно у нас. Вы можете писать даже название блюд, я потом загуглю. Если рецепт простой, то можно и с рецептом. Сразу же. У нас каждый Новый год обязательно, причем, по-моему, это бывает у нас только на Новый год, больше никогда я этого не готовлю. У нас обязательно на закуску фаршированные яйца. Это, друзья, смешная история. Это мое коронное блюдо с класса, наверное, седьмого. Когда у нас был урок труда, нас учили готовить там. Вот один раз было в программе изготовление фаршированных яиц. Везде я в школу ходила. Научилась яйца варить. Это берутся вареные яйца, разрезаются пополам, желтки отделяются, туда нарезается зеленый лучок, добавляется майонез и перемешивается, и затем вот это содержимое вкладывается назад в яичко. Вот обычно, как только я подаю это блюдо на стол, оно съедается тут же. Оно просто улетает, улетает. Но его, правда, нужно действительно кушать свежим, если оно постояло, уже не так вкусно. Мам. Да, Зайка. А это, я придумала, какая еще у нас закуска будет. Какая? Ты придумала или ты говоришь о том, что у нас обычно? Ну, это у нас вроде раньше часто мы делали. Короче, помнишь, когда мы ели вот эти как-то в бар? Ну, короче, булочку, когда у нас не было. Багет? Да, багет. Я сказала, что мне нравится багет с луком. Вот это давай сделаем. Хорошо. На Новый год багет с луком. Ну, а что? Интересно. Спасибо, что ты предложила. Спасибо, конечно, за предложение. Так, ой, ребят, вы тут пишете, а я не читаю. Кролик. Так, холодец и торт «Дамский каприз». Вот холодцом у нас, по-моему, каждый год занимается Юрий. Тот Новый год тоже. А нет, тот Новый год не было. А до этого? Сам варю, да, обычно. У нас Юрий варит, 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 кашеварит. Столько он этих холодцов делает. Я вот так наелся. Холодца? Я уже не хочу. Так я, да, всю ночь варю этот холодец. Да, 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 варится он так долго. И, по-моему, ты когда-то делал и холодец рыбный. Мясные, так это понятно, классик жанра. Холодец рыбный получился, как в фильме. Какая гадость. Какая гадость, это ваша заливная рыба. И я больше не делал его. Так, друзья, какие еще блюда есть, пишите. А кролик как делать, интересно. Вот кролик я сам уже думал. На листу у нас была утка и гусь. И гусь. Утка была невероятно вкусная. Гусь тоже. А вот кролик мы можем поднимать. Так, друзья, если есть возможность поделиться, как готовить кролика. Не закушить крыс на новогоднем столе. А вот, кстати, я об этом и не подумала. Ну, мы так обычно вроде бы их на стол не подаем. В Эстонии нет такой традиции. Дай-ка скрепочку. Так, это 31 декабря мы маринуем крыс. Так, Кристина пишет, здравствуйте. Здравствуйте, Кристина, рада вас видеть. В этом году добавлю одну классную закуску с Пинтерест. Ага. Аплесина с Пинтерест? О, да. Cranberry pecan cold cheese. О, это с козьим сыром. Очень просто, но выглядит безумно красиво и должно быть вкусно. Ой, как интересно. Кстати, вот новые закуски. Я заметила, что наша компания все больше и больше любит закуски. Правда, даже у нас уходят из привычки салатики. Хотя, конечно, салатик классика, это всегда хорошо, особенно 1 января. Так, я уже вторую сделала. Я раньше тебя начала. Закончила позже. Но вот закуски хочется. Ага, Татьяна пишет. Марина, буду фаршировать яйца с грибами. Есть еще сухие в запасе. Фаршировать яйца с грибами. Слушайте, это очень интересная идея. Я обожаю и яйца, и грибы. У моего друга этих сушеных грибов много. Надо доедать к нему. Поздравить Новым годом и попросить грибы на новогодний стол. Пошла за елкой и глинтвейном. Это замечательный настрой. Так, я беру. Я уже приступаю, друзья, к следующему, к третьему лучику. Если вдруг кто забыл инструкцию, пишите мне обязательно. Так, вот тут не обновляется у меня на Фейсбуке комментарий. Приходится пролистывать. Так. А, обязательно имбирное печенье готовим с сыном. Мы обычно имбирное печенье, я так понимаю, что по-нашему это, наверное, пип-паркок. Правильно, имбирное печенье? Мы обычно его к Рождеству. Это перченый паркок. Пип-паркок же это перец. Ну вот... Пип-паркок это... Стоп. Я как-то спрашивала, что этот наш пип-паркок, который... Есть, в общем, у эстонцев печенье, которое они готовят на Рождество. Это пип-паркок. Если его дословно перевести, это будет как печенье из перца. Может быть, это и есть имбирное печенье. Как аналог. Пип-паркок. Сейчас... Название на русском языке. Я забыла, как это будет по-русски. А ты знала? Я, например, никогда не знала. Да, я знала. Я знала, как... В школе говорили? Ну... Вроде... Не, вроде и до этого, и до школы. Окей, ладно. Значит, ты знала то, что чего-нибудь не знала я. Щекоданцатки. Так, в этом году приготовим салат с мышками на сыре. Ой, Хелен, как хорошо, что вы еще и ссылочку поставили на YouTube. Замечательно, я посмотрю. Спасибо огромное. Как там это... Рецепт кролика есть, нет? Рецепт кролика пока еще не написали. Рецепта кролика пока еще нет. Что он там вымачивает-то его? Ну вот жду. Что? Напишет кто или нет. Также у нас, коллеги, ну, салатики, конечно, это классика жанра. Ну, естественно, оливье на столе. Даже если ты уже от него устал и не хочешь, ты его все равно делаешь, потому что 1 января ты благодаришь себя за то, что ты его сделал, лениво дотянулся до холодильника. И всегда у тебя есть еда. Так, у меня третий лучик готов. Делаем дальше. Также у нас есть... В смысле, третий? Не торопись, не торопись. У меня рука, знаешь, ты знаешь, сколько лет я делаю эти снежинки, займ-ка моя? У меня пальчики, пальчики уже с закрытыми глазами. Даже если глаза закрою, пальчики сделаю. А, Наталья тебе пишет, как в дом праздничном. А, это было такое... Да, это я читала, вот. Мам, прикинь, бисклей, скрепку сделала. Ой, посмотри, Наташа пишет, сырные корзиночки с гуакамоле. Вот, кстати, гуакамоле очень хочу попробовать, но даже не рисковала, чтобы приступить к нему. А вот Наташа ты теперь написала, и вот даже интересно, а то, что там есть сыр, вот это мне прям совсем интересно становится, то, что корзиночки сырные. Я потом погуглю. Как мастерские я сделала. Покажи. Вот, вот, раз ты беру, оп, и хоп, и хоп. Ну, все, все? Ручка привыкла? Да, уже три сделаны. Так, делали сегодня новый вид пепаркога с витражными стеклами, с карамелик. Я представляю, как это красиво. Но вот мы пепаркоги делали только на Рождество, и все. Из десерта на Новый год я, наверное, сделаю тирамису. Мой тирамису разлетается достаточно быстро. Я думаю, что до 1 января он точно не доживет. И, скорее всего, завтра, 30 января, я приготовлю вечером, поздно вечером тирамису. Спрячу его подальше, чтобы никто не залез в холодильник и его не съел. Ну, мам, аккуратнее, когда это увидит Эвеля. Что? Е-мейл marina.curvitz.com У меня marina.curvitzstudio.com Есть. Это все приходит ко мне на г-майл. Это все перенаправляется ко мне. Так, ну тут рабочие дела еще даже с Криваней, с Юрией, обсудить. Так. Дальше из салатиков я продолжу. У нас, конечно же, шубка обязательно. Еще я делаю, это, кстати, тоже. Вот шубу у нас делает Юрий, Оливье у нас делает кто угодно. Вот шубу, они лук в теплой воде, горячей воде ошпаривают, да? Так, друзья, вопрос от Юрии. Когда вы делаете шубу, вы лук репчатый в теплой воде ошпариваете? Ну, наверное, в горячей воде, да, ошпариваете? Ну, горячей, да. Так, друзья, теперь про лук. Напишите, пожалуйста, про лук для шубы. Как вы с ним работаете? Я сделала четвертый лучик. У нас традиция, Оливье делает муж. Это особенно приятно и вкусно, конечно. У нас тоже Оливье. Так, рецепт в студию. Виталий, рецепт чего? Потому что я тут уже столько всего перечислила. Напишите, какой рецепт подать. Ну, а теперь Эвелин делает Оливье. Оливье у нас теперь делает дочь, да. Юрий у нас делает, наверное, все-таки шубу. Мне кажется, я шубу ни разу в жизни не делала. А я делаю салат мимоза. Вот салат мимоза, друзья. Не помню, откуда я, честно говоря, про него узнала. Мама твоя, да. Мама моя узнала про него, да? Конечно. Из Сайру мы делали или нет? Да, Сайру мы брали, и тунец мы брали для него. Это рыбный салат, который очень хорошо идет 1 января. 31-го он откусывается немножечко, а 1 января его можно продавать просто с молотка, и люди будут платить за него деньги, чтобы его получить. Можно даже праздничный стол окупить, если аукцион устроить. Мама, я уже быстро начала делать. Так, Виталий пишет, что в холодную воду. Так, больше никто про лук не написал, да, только Виталий написал, друзья. Мама, смотри, я уже быстро. А, вот, видишь, как хорошо, сколько у меня? У меня 4 лучика, друзья, сколько у вас? А мне еще 2 надо. Да, и мне еще 2. Так, друзья, напишите, сколько лучиков снежинки у вас уже сделано. Пока вы тут слушаете меня, я надеюсь, вы там не сильно не отвлекаетесь. Хотя, конечно, комментарии писать надо. Я сама по себе знаю, когда смотришь прямой эфир, хочется и слушать, и комментарии написать. Потом еще хочется проверить, чтобы ты без ошибок отправил свой комментарий. А то иногда корректор такой отправит. Так, Карина пишет, я почти все, 5 уже, замечательно, хороший темп. Хороший темп, Карина, сразу видно, что болтаем мы, ты делаешь. Она быстрее меняет, это уже все. Так. Скрепляем, скрепляем. Угу. У меня получится самая красивая снежинка. Так, нам обещала еще, по-моему, Кристина, сделать какую-то очень хорошую закуску с помидорами. Когда нарезаются большие помидорчики, дольками... И перчатки ссорятся. Это ты хорошо сказал. Такая закуска у нас каждый день, как на столе. И посыпается чесночком и поливается немножко майонезиком. Вот как-то так. А, лук можно замочить в уксусе, разбавленной водой. Вот, Юраш, тебе приходят уже хорошие советы. Можно попробовать. Мы можем сделать даже две пиалочки и попробовать одну так, одну так. Мама, у меня всегда есть время. На какой? На шубу? Да, не знаю. У меня сюда долго на него идет. Шуба, она такая. Она почему-то меня не сделала. Сейчас я... Да, она не добывает. Вот, все. Главное теперь не наступить на эту. Она тут по столу не лазит. Ну, я бы, конечно, за всех не говорила бы. Так, хорошо. С блюдами более-менее разобрались. А, из мясного мы, кстати, еще не решили, что будем делать. Ну, вот кролик, это идея неплохая. Кролик, идея неплохая. И, конечно, я бы не отказалась от гуся. Вот, если честно, от гуся. Мы тоже не могли его. Ну, вот я хочу еще. Вот на Рождество мы запекли огромного-огромного гуся. Да, гуся я тоже хочу. Я хочу еще. Больно, вкусно. Жирный, конечно, но вкусный. Так, друзья, а что у нас с нарядами? Кто знает, какого цвета надо наряд себе выбирать? Только не желтая, это плохая примета. Вообще или на этот Новый год? Сейчас же год крысы будет. Что? Ну, это плохая примета. Ну, ты как дилы, но жерстую крысу я не видела. Окей, хорошо. Просто я не знала про желтый цвет. Это как недавно мой текст, который я писала про желтую футболку. Видимо, Юля уже тогда что-то чувствовал. И не хотел, чтобы я одевала желтую футболку. Правда. Все, а сколько нужно? Это не Новый год был. Шесть? Шесть, да, так. И сколько мне? Шесть. Посчитай, сколько у тебя? Три, четыре, пять, шесть. А, еще одну еще очень. Давай, делай. А тебе сколько? Так, ага, металлического. Очень интересно. А, ну да, металлический, серый, серебряный, да, наверное, это подойдет. Да, Зайта? Сколько у тебя этих снежинок уже? Сейчас я посчитаю, подожди. Так, лук мариную пишут, уксус плюс сахар. Ага, у Хелен малыш уже три лучика сделал. Как я рада, что с нами малыши работают. Я бы могла вообще с удовольствием вести какую-нибудь детскую передачу. Мне нравится. А, сейчас детский канал сделаешь. Детский, он очень популярный, поэтому я хочу быть звездой. Все мамы пишут. Звезда моя. Так. Продолжаем делать снежинку. Так, я продолжаю тут смотреть за вашими комментариями. Вот, и у меня, вот, готово. У меня 6 лучиков уже готово. Да, 3, 3. Ой, я, кстати, по-моему, даже. А, не, все правильно. У меня 6 готово. Ничего-ничего. Ну, что-то, расстраиваешься. Как будто бы у нас здесь спринт. Доделывай, доделывай, доделывай свои лучики. Так, и, друзья, еще у вас спрошу обязательно самое важное. Самое важное. Новогодняя программа подготовлена. Список развлечений уже составлен. Игры, конкурсы известны, которые будут для гостей запущены. Вопрос для слабонервных. Я недавно опубликовала на своем блоге пост про 11 развлечений для Нового года или как я отмечаю Новый год. И моя помощница опубликовала этот текст, проверяла его, редактировала. И пишет мне, Марина, я теперь на новогодний праздник посмотрела совсем иначе. Друзья, как у вас? Программа есть? Новогодняя. Пишите. Готовите что-то специально? Или вот как оно идет, так и оно идет. По телевизору что-то фоном играет? Вы танцуете, веселитесь спонтанно, я не знаю, рассказываете анекдоты, что-то вкусненькое кушаете и все. Или все-таки продумываете какие-то развлечения? Вот, делитесь своим опытом. Я хочу сказать, так как я просто... Замечательно. Сейчас мы будем их скреплять. Друзья, сейчас мы будем скреплять их. Я подожду немножко, чтобы вы успели доделать. И будем скреплять. И скажу, что так как я просто педагогический дизайнер от Бога, то я дизайню не только учебный процесс, но и все семейные праздники. Обязательно проходят под моим непременным проектированием. Так вот, у нас обязательно составляется новогодняя программа, которую я планирую. Составляю ее сама, эту программу. Но в последние годы, подключая к этому еще и наших гостей, и мы вместе можем продумывать какие-то развлечения. Например, мы создаем уже точно вместе, несколько лет подряд, совместную викторину. Мы создаем совместную викторину, куда каждый добавляет по три своих вопроса, любых юморных, в чем этот человек сам специалист. Может быть, это может быть связано с его профессией строго, и никто не знает ответа на его вопрос. Он сам добавляет эти вопросы, добавляет ответы. Варианты ответов, один вариант правильный, и затем мы запускаем. Как вы понимаете, вопросов много, все разные, все интересные. У каждого есть шанс ответить правильно на три вопроса, которые составил он сам, а на остальных уже как пойдет. У Калины что-то пошло не так? Так, Кали, что у тебя пошло не так? Что у тебя не получилось? Ты сделала шесть лучиков? Напиши. Шесть лучиков у тебя готово? Вот таких шесть лучиков должно быть. Если вдруг какой-то лучик пошел у тебя не так, просто переделай его заново, не мучайся с ним дальше. Возьми, не переделай его заново, а сделай заново. Возьми другой и начни делать его заново. Так. Для года белой металлической крысы лучше всего подходят светлые наряды с яркими вкраплеями, любящие разумное сочетание блесток и шелл. Кстати, у меня почти такое же платье. Я почти... А вот я сейчас вот задумалась. А вот я сейчас задумалась. По-моему, завтра, Юраша, мы едем в магазин покупать в Маришке что-то с блестками. Ой, как папарац. Я вижу напротив. Счастливо есть все. С елки что-то летящие. Сниму. Кстати, да. Так. Готовим, конечно, телевизора из принципа нет. У нас, кстати, телевизора нет весь год. Но 31-го Юрий достает какую-то волшебную коробку, которая нам дает телевидение. И мы все-таки включаем для того, чтобы послушать президента. Вот мы слушаем президента, а дальше отключаем звук, и идет все, ну, все то, что нами было заготовлено. Наша музыка, наши песни, наши игры. Тем более, что сейчас, Зайенька, на экран мы зачастую пускаем какие-то презентации, которые готовят дети. Сами, например, с загадками. Дети загадки оформляют в презентации, в Google презентации. И потом на экране нам ее показывают. Соответственно, мы отгадываем друг другу. Тот, кто отгадал, призы получает. Да, Зайка. У меня, вот у меня всегда на Новый год, думаю, почему именно Путин всегда рассказывают. Почему не наш? Потому что он президент. А почему именно он? Почему не наш президент? Путин в 11 часов, а наш в 12 часов. У нас в Москве разница час. И так у каждого, да? Ну, нет. Зависит. Часовые пояса у всех разные. У кого-то может быть 2 часа разница, 3 часа разница. Но в Москве заслужит намного раньше. Конечно. Это не так. Да, мы обязательно, конечно же, мы обязательно, как бы в 11, получается, провожаем старый год, а в 12 встречаем Новый год. Потом фейерверки бежим запускать. У нас Юрий сейчас такие фейерверки купил. Вот такая вот коробища мне даже в экран не помещается показать. Я опять буду бояться. Так, друзья, смотрите, что делаем дальше. Смотрите, что делаем дальше. Берем два наших лучика. Можно, кстати, взять сразу и больше. Я не знаю почему, но я все время делаю по одному. Кстати. Соединяем их. Вы же читали? Наши президентши, точнее, внук ходит в русский садик. Нет, я этого не знала. Вот ты мне только сегодня-то сообщил, да. И с простой целью один язык слишком мало знать в этом мире. Слышали, что Юрий сказал, что внук нашего президента, ну, президентши, женщина-президент, я не знаю, как сказать это. Внук нашего президента ходит в русскую школу. В садик с русским языком обучения. Когда у нее спросили, почему сделали такой выбор, она сказала, что одного языка знать это слишком мало в нашем мире. У нее дети, по-моему, в детстве три выучили. Три? А помните, если кто-то смотрел последний выпуск, где мы с тобой говорили про ПИЗА, результаты математики? На ПИЗА те все знают, что Эстония впереди мира всего. Ой, опять по-моему. И ты даже помнишь, что я рассказывал? Ну. Это чем больше языков знает родитель, тем лучше результат у мамы, у ребенка. А что дальше-то, мам? Сейчас я скажу, что дальше. У детей, которые знают родителей два-три языка, результаты ПИЗА намного выше, чем если только один свой. И тот плохо. Так что изучайте языки. Вот такое вот новогоднее пожелание, друзья, всем. Так, сейчас я смотрю, я не пропускаю ли где-то ваши комментарии, друзья. Итак, смотрите, друзья, что мы теперь делаем. Берем два наших лучика, можно взять и три, как я уже сказала. Это какая-то моя привычка по одному делать. Соединяем и скрепляем их между собой. Потом берем следующий лучик, также добавляем и скрепляем между собой. Я сейчас возьму, кстати, сразу даже два лучика и скреплю между собой. Тоже два опять лучика брать? Я могу сделать по одному, зайка, смотри. Иногда бывает, вот, я сейчас нарвалась, иногда бывает степлер не берет. Вот так вот? Нет, 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 подожди, подожди, подожди. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так ты присоединяешь, вот таким вот образом. Чтобы как бы лучше. Вот видите, у меня уже четыре сцеплено. Так, берем дальше. Ага, зай, тебя видно, все в порядке. Видишь, давай, я сейчас вот так, кстати, поставлю. А теперь вот так вот, да, как я поняла, мама? Вот так вот. Да, да, и так до конца следующий. Сколько у меня уже? Один, два, три, четыре, пять. Да, сейчас шестой. Стрепим. У меня красиво получается. Я рада, что тебе нравится. Так, и следующий берем. Мама, теперь, да, вот так вот, мне понравилось? Да. Давай. Ну вот. И еще один. Комментариев пока нету. Мама, у меня проблема. Так. Какая у тебя проблема? Сейчас скажу, что мы делаем дальше, это еще не все. Мама, вот, видишь? Нет, все правильно, все правильно. Ты, кстати, давай, давай, я тебе помогу скрепить. Так, вот. Аняке сейчас помогу немножко эту конструкцию скрепить. Все, держи. Так, сейчас скажи, что мы делаем дальше. А у меня опять, мама, забрелет. Это нормально. Да. Мы сейчас скрепим, да. Это не переживайте. Аняка переживает, что у нее вот так вот она заваливается. Это нормально. Заваливаться не будет, не переживайте. Итак, продолжаем, друзья. Продолжаем делать. Я продолжаю задавать вам вопросы. Я продолжаю задавать вам вопросы. У нас эфир идет 43 минуты 54 уже. А, не, 43 минуты 57 секунд. Замечательно. Мы можем скоро уже эфир, в принципе, заканчивать. Да? В часик мы уложимся. Итак, сейчас я говорю, что мы делаем. Хотя нет, сначала я задам вам вопрос, чтобы у вас была возможность подумать, а потом ответить. Ну, вопрос, на самом деле, простой. Друзья, скажите, какие игры или какие конкурсы вы обязательно запускаете, используете в новогоднюю ночь со своими гостями? Вот какие, друзья? Так, очень красиво получается. Инна, я рада, что у вас получается. Я рада, что получается красиво. Итак, теперь смотрите, что мы делаем с нашей снежинкой. Друзья, берем и края наших лучиков начинаем между собой соединять и либо склеивать, либо сцеплять степлером. Каждый. Так делаем. И вспоминаем, какие. Итак, каждый между собой. Вот так вот? Да, совершенно верно. Сейчас тебе дам степлер. На, держи, делай ты. Я пока подожду тебя. Друзья, склеиваем, сцепляем. И пишите, пожалуйста, какие игры у вас являются обязательным компонентом вашей новогодней программы. У нас, как правило, это текст с пропусками, который мы пишем сами. Чаще, наверное, всего пишу я. Но бывает, что пишут дети, бывает, что пишут гости. В этот Новый год я поручила написать Юре. У него очень хорошее чувство юмора. Суть заключается в том, что вы сочиняете какой-то текст, вот даже про ту ситуацию, например, в которой мы сейчас находимся. Марина вместе с Анникой запустили эфир. И у каждого существительного пропускается, ставится пропуск для того, чтобы туда впоследствии поставить прилагательное. И когда вы у гостей спрашиваете, называете любые прилагательные, первые прилагательные все время идут красивый, добрый, умный, блестящий, зеленый и так далее, то потом хороший, позитивный прилагательный заканчивается, сыпется уже всякое разное, и тем смешнее получается текст. То есть могло бы получиться, как, я не знаю, какая-нибудь глупая Марина вместе с не очень красивой Анникой вышли в ненормальный эфир для того, чтобы пообщаться с очень умными участниками. У нее звезда получилась. Вот, 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 у Анники уже замечательно получились. У Анники реально получились. Да, вот сейчас я делаю. Как я рада, что у Анники получилось. На елку не надо, сейчас елка перевернется. Это тяжелая. Я сегодня в Инстаграме видела картинку, как кот завалил елку. Не хочется, чтобы в нашем случае котом была ты. Так, я тоже продолжаю соединять. Друзья. Я получилась. А мы будем вешать, чтобы партой переприклеить. Давай пристегнем это к стене. Так, разные. От праздника к празднику стараюсь не повторяться. Мультфильмы. Так. Это у меня идея, что я сделаю какой-нибудь кахут или что-то на фразы из фильма. А, кстати, во, Юрий только что хорошую идею придумал. Действительно, кахут на фразы из фильма придумать. Некоторым попрошу продолжить. Некоторым спрошу, кто автор. Некоторым из какого фильма. Мама, я помню, как нам, мы, я не помню в каком году, вроде 2017, я не помню уже. Мы показывали тут картинки из фильма, и надо угадать, ну, персонажей из какого-то фильма. Мы рисовали на графическом планшете. В планшете моем рабочем. Да, да. Эти картинки. Да. Угадай фильм по рисунку. Вот так он. Это тоже у нас было, по-моему, года-два подряд. И в этот раз дети тоже просят сделать этот конкурс. Что ты рисуешь какую-то картинку, а ты должен понять, какой фильм. Ты вытягиваешь название фильма, например, сейчас, Анюшка, объясню. Например, ты вытягиваешь великий Гэтсби. Название фильма. И Рэмбо был, у нас и Терминатор, и Служебный роман, у нас много чего было. И ты должен рисовать, ты должен рисовать, а, соответственно, гости по твоему рисунку должны угадать, что же ты там нарисовал. Что за это? А еще, если я помнишь, мы, я не помню даже в каком году, как всегда, мы на видео, например, помнишь, как Ангелика? Он в красных штаналах, он черный. Да, это были, я поняла, о чем говорит Анника, это были видео задания от детей, видео загадки от детей. Я детей просила описать, например, своими словами расскажи, вот кто такой снеговик. Вот Лена там пишет, что можно снеговика из шариков сделать. И вот, например, я ребенка спрашиваю, расскажи, кто такой снеговик, но не называя слово снеговик. А дети на тот момент были маленькие совсем, Анники года три, соответственно, были у нас Эвелин, Эрик, сколько они были? Плюс пять, где-то восемь, девять лет, разного возраста. И вот они своими словами смешно описывают. Я это все потом вырезала, какие-то моментики, там, где вдруг они проговаривались или где я говорю. И компоновала в одно видео, нажимала на паузу, и взрослые должны были отгадать. Это было, конечно, очень забавно. Когда повторим это в этом году? Ну, мне надо успеть опросить детей. Ну, вы уже такие взрослые дети, вы уже так хорошо. А, хотя можно давать какие-нибудь сложные. На самом деле, надо всем сделать. Сложные. А, и взрослым тоже? Конечно. Ну, вот, еще одна идея родилась для нашего праздника. Я как-то загадаю фильм «Жембо-3». Именно три. Именно три? Это для этого нужно еще сюжет знать. Или какой-нибудь двукратный интеграл, да? И попробуй объясни. И вот попробуй объясни. Так. А, спасибо за идею, сделаю после каникул кахут по мультикам. Вот, уже даже для урока. А, очень любим «Крокодил» и «Алиас». Мы тоже очень любим. Но вот на Новый год у нас не получается играть в эти игры, потому что у нас как-то очень активно какая-то движуха. У нас обычно больше игр. Очень сильная. Вот «Крокодил» и «Алиас» у нас идут на 1 января. Эти игры играют на 1 января. Да, мне кажется, я знаю почему. А 31-го у нас какой-то движ постоянный. У нас тут танцы, активность. Ты не имеешь в виду, не танцы, а все пьяные, да? Нет, именно танцы. Но я поняла, как ты нас видишь со стороны. Так, будем со старшим ребенком делать кахут. У нас в этом году уже, по-моему... Я тоже делаю кахут. Ну, вот я про это и говорю. У нас очень много времени ходит на улице, на фейерверки пускать. Часа полтора, наверное. Да ты что, правда, что это? Да, сначала мы смотрим, а потом свои запускаем. Конечно, у нас очень много на улице уходит. Мы выходим на улицу до пол первого где-то, по-моему. И до пол второго мы там сидим. Вот это я прям не ожидала, что так долго. Я думала, 30 минут все время. Баба, у нас вся жизнь впереди. Можно уходить до всей жизни идти? Мы фейерверк пускаем сами тоже же. Ну, почти тогда, когда уже другие пустили. Ну, чтобы бабахнуть, так бабахнуть. Так вот, кахутов у нас в этом году три. Один кахут от Юрия, один кахут совместный. И один кахут у нас от Анники. В общем, закахутимся. Так, ой, про фразы можно сделать в микс. Перемешать слова из двух-трех фраз и потом разобрать их. Спасибо, Валя Селисовна. Смотрите, как уже идеи пошли. Правда? Вот не вышла бы я в эфир, я бы этого бы ничего и не знала. Так, сейчас я проверяю. Так, что дальше мы будем делать? Так, что дальше? Теперь дальше каждый уже решает сам, что он делает. Посмотрите, вот у нас вот такие снежинки. Я обычно что делаю? Я сюда приклеиваю или просовываю ниточку какую-нибудь красивую, серебряную, блестящую. А я знаю, как сделать так, чтобы не париться и просто проколоть аккуратненько. Я знаю, как. Ну вот, все. Анника знает какой-то лайфхак. И все, и она подвешивается. Я так чувствую, что в нашей квартире мы сейчас повесим ее в коридоре. Она у нас будет висеть в коридоре. А в своей школе куда вы повесили ее? Мы на окна, чтобы из окна было видно и у нас в коридоре. Кстати, из окна это тоже хорошая идея, но единственное, что эти рулоты мешают. Наши рулоты у нас это никак, да? Да, если только на балкон вынести. А можно одну в зале, а другую в коридоре? Да. Ну, все, разобрались. Вот все разобрались. Вот такая вот снежинка. Когда я сделала ее и показала ученикам, одноклассникам Аннике. И учителям. Да. То дети были так удивлены. Они сказали, вы сколько лет потратили на то, чтобы сделать этот шедевр? Это очень быстро оказывается. Это реально очень быстро. Оказывается, это делается очень быстро. Ну вот мы здесь с вами 50 минут успели и поговорить, обсудить. И сделать одну снежинку. А на самом деле, я думаю, она сделается за минут 10. Я думаю. Ну, если не разговаривать. Да. Вот те, кто в записи будут присматривать, обязательно присматривайте и делайте параллельно снежинку. Потом сами запомните. Так сказать, приятное с полезным. Так. Марина, покажите ближе середину. У меня что-то кривое получилось. Так, ближе середину. Сейчас я попробую отобразить. Вот смотрите, у меня вот так. Я последнюю, самую последнюю, как это, самый последний лучик, я его прикрепила сверху. Может быть, кстати, поэтому я вот этот момент не отметила. По привычке сделала. То есть, если все лучики собраны здесь в одну, в один пучок, этот был приставлен сверху и вот здесь у меня таким образом закреплен. Сейчас, подождите, я пытаюсь тут его на камеру. Так, а куда показать? А, я же в Инстаграм покажу. Смотрите. Вот, 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 вот так. Хорошо, Занька? Вот, вот так. Видите? Вот таким образом закреплена. Ну вот, надеюсь, что понятно. Может быть, потом, когда в записи будете пересматривать, ну вот она такая середина. У меня какая, кстати. Какая? Вот у Аники. Мне кажется, у меня тоже хорошая. Ну вот у Аники так. Аники оценивают свою середину как хорошая. Хорошая идея! Ну, ну вот, даже, ну вот даже, даже так вот. Она решила подойти вот так к себе. Ну вот такая, друзья. Пишите, если, если что-то, если что-то еще не получилось. Так, в школе ваша снежинка висит на проходе. Я все время бьюсь о нее. Теперь я знаю, кто сделал этот шедевр. Я выдала себя. Теперь ты знаешь, а чью снежинку ты каждый, да, каждый раз бьешься, когда проходишь мимо Наташ. Так. Ну что, друзья, спасибо. Очень хорошо. Я рада, что получилось. Снежинка готова. Я думаю, что мы с вами... У меня развалилось на две части. Я их соединила. Теперь все отлично. Спасибо. А, все поняла. Да, 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 да. Их нужно обязательно соединить между собой. Иначе она всегда будет разваливаться. Да, она не будет так зафиксирована. Конечно. Это лучше делать, когда у тебя реально скрепка. Да. Это лучше. Ну, удобнее. Конечно, удобнее. Хотя я и склеивала тоже. У меня всякие разные снежинки были. Я склеивала тоже. Друзья, ну что, я думаю, что мы будем с вами заканчивать. Мы в часик уложились. Я очень рада. Я благодарю вас за то, что вы провели воскресный вечер перед Новым годом сегодня с нами. С Анникой. Спасибо, Анника, за то, что провела эфир с нами. Эфир привести. Какой? Мне еще эфир. Ну, перед Новым годом самым. Еще перед Новым... Ну, обычно я запускаю уже, когда мы фейерверк пускаем. А это Новый год уже. Поэтому я сказала, что это последний эфир 19-го года. Следующий уже будет в следующем году. Ждите фейерверки. Ждите фейерверка, да. Скорее всего, запущу прямой эфир с фейерверка. Хотя, наверное... Наверное, на Инстаграм ты будешь, да? У всех. Да, наверное, в Инстаграм запущу. Не в Фейсбук. Хотя я думаю, что, конечно, лента Инстаграм и сторис будут все переполнены фейерверками. Из разных городов. Бабахать будет везде одинаково. Больше, чем уверена. У нас будет самый лучший салют. Ну, вот как хорошо. Я рада, что ты уже настроена на получение самого лучшего салюта. Друзья, спасибо. Спасибо. Вас поздравляю с наступающим Новым годом, друзья. Желаю вам... Желаю вам, друзья... Счастье. Вот как... Слово это, когда произносишь, ты не можешь объяснить. Мне, по крайней мере, на данный момент трудно объяснить. Какой смысл ты туда вкладываешь? Вот ты одним словом его описываешь как счастье, но оно настолько, конечно же, у нас затерто до дыр, что не передает того состояния, которое мне так хочется вложить в свое пожелание вам. Я хочу пожелать вам спокойного, тихого, радостного состояния души. Вот что бы ни происходило вокруг вас, ситуации в жизни бывают самыми разными. Вот несмотря на разные события внешнего мира, чтобы вы внутри себя всегда оставляли вот такое тихое, спокойное, светлое чувство для себя, для себя родного, для себя любимого. И что бы оно вам помогало, помогало всегда по жизни, в каждый момент. Вот такого, друзья, счастья вам желаю. Ой, спасибо за ваше поздравление. Спасибо веселого Нового года всей нашей семье. Мы будем очень стараться, чтобы он у нас получился веселым. Снелка не убедит. Спасибо. Всегда интересно смотреть ваш эфир. С наступающим Новым годом. Спасибо, Елена. Пусть в Новом году дни проходят так же ярко и весело, как новогодние. Пусть проблемы и невзгоды не коснутся ваших и ваших близких, а дом будет наполнен счастьем и веселым смехом. С наступающим Новым годом вас. Спасибо, Виталий. Спасибо. Спасибо огромное за потрясающее приятное поздравление. С наступающими праздниками от Василисы, неугасающие вдохновение и любви. Благодарю. Благодарю, друзья. Так, ну что, первым эфир я буду заканчивать в Инстаграм, потому что там у меня уже появляется предупреждение. Если его не закончить вовремя, он не сохранится. А я бы все-таки хотела, чтобы те, кто хотели посмотреть в записи, посмотрели его и сделали эти прекрасные снежинки. А что, есть время? Кстати, сейчас, подожди секундочку, а то я забуду сказать. Готовые снежинки, друзья, выкладывайте в виде фотографий в посты, отмечайте меня, я пройду, обязательно лайкну. Или выкладывайте в сторис, или в пост, неважно, ваши прекрасные снежинки, я пройду и лайкну. Говори, что ты хотела сказать. Это, а что есть, ой, то есть нельзя делать долгие эфиры тогда? В Инстаграме только час, там ограничения по времени. Ты можешь закрыть его, начать заново, но дольше длить он не может. Так, все, закрываю тогда, да, в Инстаграме. Друзья, спасибо, спасибо за встречу и до встречи в следующем новом году. Пока! Завершу.